Здравствуйте, друзья! В 2024 году Архангельск отмечает юбилей 440 лет, а вместе со всей страной 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он не был в Архангельске, но здесь живут его потомки, были его предки, друзья и знакомые. И можно предположить, что о северном городе поэт был осведомлен. С той поры мало что сохранилось. И все же, каким был наш город в то время? Давайте прогуляемся по Архангельску Пушкинского времени и познакомимся с его архитектурным обликом. Архангельск находится в цветущем состоянии. Сей портовый город вообще богат и может быть отнесен к числу многолюдных. Он производит значительную заграничную отпускную торговлю и содержится в возможном благоустройстве. В нем строится много новых домов и старым при перестройке дается по возможности лучший вид. Улицы постепенно вымащиваются. Так докладывает в рапорте к императору архангельский губернатор Александр Николаевич Муравьев. Действительно, Архангельск 1-3-19 века был благоустроенным городом. С точки зрения архитектуры классическим. В эти годы успешно строятся каменные здания, спроектированные в основном по образцовым фасадам. Образцовые фасады – это проекты, которые использовались для возведения новых строений. В конце XVIII – начале XIX веков. Они были основными при формировании художественного облика российских городов. Образцовые фасады не были обязательными для исполнения, а носили лишь рекомендательный характер. С момента своего основания Архангельск неразрывно связан с морем и рекой, поэтому первые каменные постройки возводились на Двинской набережной. В числе первых зданий появившихся в самом начале XIX века был трехэтажный каменный дом купца Митрополова. Здание, уже принадлежавшее удельной конторе, было капитально отремонтировано, а затем перестроено в 1864 году. В то время оно принадлежало архангельскому купцу Фонтейнессу. Сохранились письменные свидетельства и чертежи, по которым можно установить планировочное решение и облик дома. Фасады имели лаконичные строгие формы. Симметричная композиция насчитывала 12 осей проемов прямоугольных по форме. Окна третьего этажа были украшены наличниками с ушами. Во втором этаже прямолинейными сандриками на кронштейнах. Сандрик – это небольшой карниз, горизонтальная полочка над наличником оконного или дверного проема. В центре речного фасада появился чугунный балкон с кронштейнами и мастерски прорисованными решетками. В комнатах среднего этажа стояли изразцовые печи, в остальных – голландские. Этот облик здание сохраняло недолго. В 1898 году владелец продает дом торгово-мореходному училищу. Переустройством и ремонтом здания занялась Архангельская губернская строительная и дорожная комиссия. Теперь в нем были устроены классы, кабинеты, лаборатории и служебные помещения. Исчез балкон с главного фасада. В советское время с южной стороны пристроена столовая, однако здание, построенное первоначально в стиле классицизма, не утратило свой классицистический облик, полностью сохранило свою внутреннюю планировку. В настоящее время является одним из немногих сохранившихся в Архангельске сооружений в стиле классицизма. В 1826 году на набережной Северной Двины вырос огромный сахарный завод купца Бранта. Его объем решен в виде замкнутого каре с большим внутренним двором. Почти весь речной фасад занят сильно выступающим резолитом, переходящим во втором этаже в лоджию с колоннами. Такое здание было необычным для архангельской архитектуры. Резолит – это часть стены, выдающаяся вперед за основную линию фасада во всю его высоту. В 1820-е годы в Архангельске складывается каменный ансамбль на Троицком проспекте. Это дом губернатора и дом присутственных мест. Оба здания отличались классическими архитектурными формами и сдержанным декором. В процессе строительства были внесены изменения лишь во внутреннюю планировку зданий. Эти сооружения задумывались как главные на будущей административной площади. В 1867 году сюда поставили памятник Ломоносову, и площадь стала Ломоносовской. Кстати, когда в 1825 году был объявлен сбор средств для памятника, среди пожертвователей были и знакомые Пушкина – Софья Алексеевна Раевская, граф Дмитрий Иванович Хвостов и другие. Открытие памятника состоялось в июле 1832 года. В настоящее время он находится у здания Софу. Оба здания вошли в историю культурной и общественной жизни города. В губернском доме жили, а в присутственных местах служили друзья поэта – Александр Ефимович Измайлов, поэт и баснописец, Владимир Сергеевич Филимонов – билетрист и драматург, Александр Николаевич Муравьев – декабрист, Николай Иванович Кмельницкий – поэт, драматург и переводчик. Последний был знаком с Пушкиным, с лицея. В традициях классицизма строились в то время и жилые дома. С подчеркнуто скромным декором выстроен дом полковника Карцева на набережной Северной Двины, 121. Позднее в нем был дом трудолюбия, а затем приют. Среди жилых домов выделялось здание Капкова, построенное в 1809-1812 годах. С 1901 года в нем располагалась Архангельская духовная консистория. Его отличает пояс с меандром. Это композиция прямых линий, соединенных вместе под прямым углом или пересекающихся по диагонали. Такое украшение было редким явлением в архитектуре города. В 1812 году на набережной возводится дом на арках с галереей. В 1819 году построен дом архангельского купца Плотникова, купленный позднее для архиерея, поэтому в историю города здание вошло под названием архиерейский дом. Позднее к нему пристроят домовую церковь. Главный фасад здания подчеркнут резолитом. На втором этаже он выделен пилястрами. Стены опоясаны междуэтажным карнизом. Имеются арочные ниши с лепными вставками над окнами. У Архангельска были свои традиции и свои развлечения. Живой интерес у горожан вызывало строительство кораблей и их торжественный спуск на воду. В Соломболе в этот период со стапелей верфи один за другим сходят корабли. Адмиралтейство занимало три острова. Застройка в Соломболе была в основном деревянной. Каменных зданий насчитывалось только три – кузница, смоловарня и казначейство. На месте деревянных казарм запроектировали два каменных здания с колоннами. В 1823 году был возведен первый корпус, а в 1824 – второй. До наших дней сохранился только южный корпус, надстроенный в 1951 году до пяти этажей. Перед казармами создавалась плацпарадная площадь. К ней прокладывался новый проспект – Никольский. Проспект должен был выйти на торговую площадь, где проектировались торговые лавки и обывательские кварталы, которые были построены к середине XIX века. А в начале XIX века многое делалось для благоустройства города. Менялся вид архангельских улиц, они постепенно получали булыжное мощение. Стали появляться бульвары. В 1820 году был разбит Александровский сад. Ныне это территория стадиона «Динамо». Так притворялись в жизнь в Архангельске классицистические идеи, характерные для большинства городов России. Но здесь поддерживались и старые традиции. В 1829 году в Архангельске побывал Павик Петрович Свиньин. Русский писатель, издатель, журналист и редактор, художник, историк, географ, неутомимый собиратель русских древностей, первый издатель журнала «Отечественные записки». Он отметил много, по его мнению, значительных зданий. В их числе были гостиные дворы и Троицкий кафедральный собор. Построенное еще в XVII веке здание гостиных дворов к этому времени было перестроено в стиле классицизма. В центральной части появилась биржа с тосканскими полуколоннами и башня на северном конце. Весь речной фасад имел теперь полукруглые окна по второму этажу и прямоугольные по первому. В северной части гостиного двора располагалась Кубернская канцелярия. В ней служил Сергей Николаевич Кашкин, сосланный после восстания декабристов в Архангельск. Его хорошо знал Александр Сергеевич Пушкин. Он бывал в их доме в Москве. В панораме города выделялся кафедральный собор. Его могучая основная часть была наделена чертами барокко. В то время восточная стена имела роспись с изображениями Святой Троицы и Богоявления Господня. Но особенно свиньина поразил иконостас собора, царские врата которого должно признать великолепными и величественными пред всеми доселе мною введенными. Стены, колонны, пять световых куполов храма были покрыты стенной живописью. Соборный иконостас, украшенный резьбой и колоннами Коринфского ордера, поразил Александра I, посетившего город в 1819 году. Царь отметил, что храм заслуживает внимания по своему благолепию. Царские врата, украшенные ажурным литьем, увенчанные гирляндой и фигурами ангелов по бокам, также восхитили его. Я всю Россию дважды объехал, но таких царских врат нигде не видал. На самом берегу, в 18 метрах от собора, стояла Михайлоархангельская церковь. Она была возведена на месте Архангельского монастыря. К началу XIX века она утратила барочные формы и приобрела классицистические. В южной части города возвышался каменный монастырский собор. Этот величественный храм самый древний среди городских церквей. В 1830-м и годы его западный фасад был перестроен. Вход в собор теперь оформляли парные колонны по сторонам. В 1820-м году над святыми воротами монастыря была построена новая колокольня. В ее архитектуре видны классические формы. Нижний ярус со всех сторон был украшен парными колоннами и треугольными фронтонами над ними. Остальные два яруса восьмигранные. Перекрывалась колокольня купола увенчанным деревянным шпилем с крестом. В 1829 году была построена каменная монастырская ограда. Многие башни отапливались русскими печами. Четыре из них сдавали под постой, три использовали под кладовые, одну под ледник. Первоначально все восемь башен были перекрыты тесом, выкрашенным в красный цвет, а затем их заменили листовым железом. Недалеко от моста возвышалась Благовещенская церковь. Ее огромный купол со световым фонарем и фронтоны северного и южного фасадов несли черты русского классицизма. Роль каменных храмов в городе была велика. Возведенные на местах деревянных церквей, они закрепили старую топографию и во многом обусловили дальнейшее архитектурное развитие. Выше Троицкого собора стояла Рождественская церковь. Возведенная в 1729 году на средства стрельцов, она была полковой, хотя среди прихожан были и горожане. В это время она представляла собой четверик, окруженный галереей. Завершалась четырехскатной кровлей с круглым световым фонарем, покрытым куполом. Колокольня в 1807 году была переделана по новому вкусу, со шпилем. Между гостиным двором и собором стояла Воскресенская церковь. Она была основана еще в 1699 году. С севера городскую панораму замыкала Троицкая церковь. Недалеко от нее на месте двух деревянных выселась красивая Успенская церковь. Она была поставлена на возвышенности, поэтому виднелась далеко с реки. Для культовых сооружений, построенных в начале 19 века, характерны черты классицизма. Так, в Ильинской церкви 1806 года это арочные окна с нишами в средней части северного и южного фасадов. Мы рассмотрели лишь каменные постройки, характерные для Архангельска 1-3-19 века. Рядовая застройка Архангельска оставалась в основном деревянной, но строилась также по образцовым фасадам. Дома обшивались тесом и красились. Фасады нередко имитировали руст. Это облицовка внешних стен здания четырехугольными, правильно сложенными и плотно пригнанными один к другому камнями. Иногда их штукатурили, чтобы придать им вид каменных. Таким в строгих классицистических формах был архитектурный облик Архангельска пушкинского времени. Спасибо за внимание!